Впервые в своей истории в чемпионате мира Формулы-1 Манегас побеждает на своей родной трассе Шарли Клер одерживает свою шестую победу в карьере С третьей попытки, с третьего пола он наконец-то побеждает Прошло уже целых два года с его победы в Австрии 2022 Он все никак не мог победить, Карлос побеждал, а вот Шарлю все не удавалось И здесь на своей трассе, выиграв вчера Пол, Шарль заложил основу к тому, чтобы сегодня победить И наконец-то он это сделал Триумф, 16 номер, вот это вот болит Сегодня он побеждает на Гран-при Монако И подтягивается в чемпионате к Максу Ферстаппену Это итоги Гран-при Монако на трассе в Монте-Карло Гран-при Монако на трассе в Монако на трассе в Монако Крошечное княжество на юге Франции Всего лишь 7 тысяч жителей И среди них Монегаск Шарли Клер, который сделал свое дело Который выиграл гонку Формулы-1 на родной трассе Все ему не удавалось по жизни это сделать Не финишировал первых два раза он на своей домашней трассе Не стартовал еще один раз тоже на своей домашней трассе И был шестым, был четвертым Наконец-то долгожданная победа Шарля на своей земле в княжестве Монако Мне тоже удалось побывать в княжестве Монако Но, к сожалению, не на Гран-при Но ходил я по этим улочкам И все время мне мерещилось, что это Формула-1 Был я возле знаменитого тоннеля Кстати, там ограничение скоростью 50 км в час В общем, когда ходишь возле этой трассы Там все пропитано духом вот этой вот гонки Формулы-1 Какое маленькое, карликовое государство Но насколько оно известно на весь мир вот этим своим Гран-при Кстати, трасса и гонки Формулы-1 в Монако проводятся аж с 1929 года Но учитываются в зачете чемпионата только с 1950-го Когда они туда уже вошли официально Обычно мы не уделяем много времени во взоре квалификации Однако в Монако она имеет критическое значение Если в предыдущей имеле оно, скажем так, частично влияет на гонку и обгон Возможно, то в Монако квалификация это практически все И чтобы добиться победы в воскресенье Нужно выиграть как минимум в субботу Поэтому квалификации мы, конечно, уделим тоже большое внимание Потому что в гонке, естественно, не столько много событий происходит Из-за необгонности трассы Ну а перед тем, как приступить к обзору Гран-при Монако Я предлагаю вам подписаться на мой канал F1 Stelsic в Телеграме Там я пишу о главных событиях в мире Формулы-1 А также поставить лайк этому выпуску в честь победы Шарля Леклера Шарли Клер показывал все свободные заезды Что у него колоссальный темп, что он настроен серьезно выиграть пол и одержать победу на этой трассе у себя на родине в Монако И таким образом в квалификации он победил и опередил своего ближайшего соперника Австралийца Оскара Пиастрин на полторы десятых секунды Третьим стал Карлос Сайнц, который отстал от своего напарника на две с половиной десятки А Ланда Норрис чуть-чуть совсем уступил Карлосу Сайнцу и стартовал четвертым Представьте себе, Ланда Норриса и Джорджа Рассела в свою очередь разделила всего лишь тысячное А Макс Ферстаппен, у которого не вышла заключительная попытка из-за того, что он задел стену в самом начале круга в повороте Сан-де-Вод Стартовал лишь шестым При этом проиграл он пилоту Мерседес только двадцать шесть тысячных А Льюис Хэмилтон у нас стартовал всего лишь седьмым Юки Цинода совершил небольшой подвиг и стартовал восьмым Алекс Албан девятый, Пьер Гасли десятый Если я вам сейчас расскажу, что первая десятка как стартовала, так и финишировала То вы мне, конечно, можете не поверить, но было очень много разных ситуаций, которые могли перемешать первую десятку Но таковы были события Лучший из остальных был Эстебан Акон Он одиннадцатый, а Пьер Гасли, в свою очередь, переквалифицировал своего напарника Рикьярдо двенадцатый Лэнс Тролл квалифицировался четырнадцатым Но стартовал тринадцатым Алонсо у нас квалифицировался шестнадцатым Но стартовал четырнадцатым Почему это произошло? Потому что два болида ХАС дисквалифицировались за несоответствие техрегламенту Но оба были допущены к гонке А проблема была в крыле ДРС Которая открывалась больше, чем было положено Таким образом, Логан Саржент был пятнадцатым Серхио Перес, который квалифицировался восемнадцатым Стартовал шестнадцатым и два Заубера Соответственно, поднялись тоже на две строчки Семнадцатый и восемнадцатый Теперь перейдем к старту Старт, конечно, выдался у нас сумасшедшим И с другой стороны, он предопределил спокойное течение событий В течение гонки Потому что на старте у нас произошло несколько ключевых событий После первого поворота столкнулись прям жестко между собой Кевин Магнус и зажавший его Серхио Перес Кевину не было куда деваться И, соответственно, произошло столкновение Жертвой которого, в свою очередь, стал Ника Хюльхемберг Потому что, как в симуляторных играх Если там где-то касание происходит между болидами Соответственно, рикошет в другую машину В общем, два Хаса и Серхио Перес Вылетели как в боулинге Еще один ключевой момент у нас То, что Карлос Сайнц получил прокол в Сандевоте Когда он соприкоснулся с бортом машины Оскара Пиастри Позицию, конечно, он не отыграл Но, если бы не красные флаги Которые потом последовали из-за аварии Переса Хюльхемберга и Магнусона То Карлос, скорее всего, был сейчас не на подиуме А среди сошедших Поэтому Карлос остановился буквально через пару поворотов Но потом, когда были красные флаги Он смог доехать до боксов Где ему поменяли шины И гонку запустили по новой При этом сохранив стартовую позицию И третий инцидент Который тоже повлиял на ход гонки Это два француза Из французской заводской команды Альпин столкнулись между собой Перед тоннелем Мастебанакон очень оптимистично полез в атаку На своего напарника Пьера Гасли Подлетел несколько раз И поэтому ему пришлось сойти Из-за того, что машина была сильно повреждена В общем, после первого круга Неудавшегося старта У нас уже было четверо сошедших А именно Акон, Перес, Хюльхемберг и Магнусон То есть на втором старте У нас осталось только 16 машин После второго старта Никаких изменений в позициях не было Все, наверное, стали более аккуратными И таким образом Гонка из-за красных флагов Превратилась в процессию Объясню почему По правилам, когда красные флаги Можно менять резину И все, за исключением Логана Сарджента Это сделали в боксах А составы резины Будто Хард или Медиум Дают возможность проехать всю дистанцию На одном комплекте резины Поэтому событий в самой гонке У нас было не так много Кстати, сошедший Акон Получил от Стюарта Десясекундный штраф И потерю трех позиций На старте следующей гонки В Канаде Первое знаковое событие Которое у нас было в гонке Пока все ехали друг за другом Дружно гуськом Это на 17-м круге Ботос сменил резину на Хард И быстро догнал своего напарника Джоу Буквально за несколько кругов Сократил Гандикап в 20 секунд Алонс интересную стратегию выбрал Он держивал гонщиков позади себя Чтобы дать возможность Лэнсу Стролу Сменить шины без потери позиций Что и сделал Лэнс на 43-м круге Но ему это не удалось Потому что преднамеренные Вот такие действия Обычно заканчиваются плохо И на 50-м круге у Строла был прокол После чего он свернул в боксы И получил еще один свежий комплект Но уже софта На 52-м круге Хэмилтон попытался Сделать андеркат Ферстаппина Заехав в боксы На следующем круге ему ответил Ферстаппин Но ничего не получилось На 59-м круге Вновь возвращающий Строла Обыгнал и Сарджента и Джоу Клер всю гонку ехал Более-менее спокойном Размеренном темпе 20 кругов первых Где-то Пиастри держался В районе секунда Но предпосылок для того Чтобы атаковать Серьез не было И в самом конце уже За 10 кругов до финиша Шарли Клер достал Джина из бутылки И поехал В общем скажем На все деньги И оторвался от Пиастри На 10 секунд практически Но на последнем круге Уже подубавил И финишный протокол Составил более 7 секунд отставания Карл Сайнц Вплотную финишировал За Пиастри И Ланда Норрис Был тут как тут А Макс Ферстаппин В свою очередь Со свежим комплектом Харда Не смог ничего сделать С Джорджем Расселом Подъехать то он подъехал Но потом Опять же Все преследование Превратилось в процессию Льюис Хэмилтон Юки Цунода Седьмой и восьмой Албан И Гасли Девятый и десятый Благодаря этому Алекс Албан Набирает первые очки Для Уильямса В этом сезоне И Уильямс у нас Перемещается На восьмую позицию Столько же баллов И у Альпин Но по лучшему результату Уильямс у нас На восьмом месте А Альпин на девятом В кубке конструкторов Первый кто У нас оставился Без очков Это Фернандо Лонса Вторая гонка подряд Не везет Фернандо Какая-то у него В общем не очень Полоса началась И прошлую гонку Он как тестовую проводил И здесь работал На напарника В общем Не повезло ему В квалификации С трафиком Да и сам Фернандо Почему-то Последние две гонки Не блещет Дэн Рикярдо Выступает хуже Своего напарника Как в квалификации И так и в гонке Он ничего естественно Не смог сделать Фернандо На протяжении всех Семидесяти восьми кругов Как обогнал Алонса Рикярдо На старте Так и остался Боттас финишировал В тринадцатом Стролл в четырнадцатом Сарджант в пятнадцатом А Гуанью Джо В шестнадцатую позицию Всех тех Кто финишировал Лучший круг у нас Постоял Льюис Хэмилтон На шестьдесят третьем круге Одна четырнадцать Сто шестьдесят пять В личном зачете Макс Ферстаппин Немножко подпустил К себе Шарли Клира Но не то чтобы критично Тридцать один балл Между ними И уже в Канаде Будет легче Потому что в любом случае Можно будет обгонять А в свою очередь Ландо Норрис и Карл Санц Прошли Серхио Переса Потому что тот сошел Также неплохо Благодаря второму месту Подтянулся и Оскар Пиастри В Кубке Конструкторов Борьба у нас Скажем так Уплотняется Скудерея Феррари Подтянулась К Рэдбулу Можно сказать Подтянулась на дистанцию атаки Двадцать четыре балла Ну и Маклара Не то чтобы сильно отстает С восемьдесят четыре Призовых очка А в средней группе К не набравшему очков Астон Мартину Все больше и больше Подбирается команда Рэйсинг Булл С Юки Цунода Своими стабильными финишами В первой десятке Все больше и больше Дает возможность Своей команде Приблизиться к Астон Мартину В общем Такой Гран-при Монако У нас выдался В этом году Может быть конечно Без всякого экшена Но зато Шарли Клер Сделал давно уже То что хотел сделать Спасибо вам за внимание Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И до новых встреч На канале F1 Стелсик Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин